Сегодня 23 июня 2018 года, очередная вылазка в лес. Хочу забрать немножко щавеля из сосновых почек и шишек. Буду делать варенье, покажу как это делаю. Варенье из сосновых почек буду делать как из одеванчиков, чтобы чисто мед был, ну и варенье из шишек. Ни разу не делаю варенье из шишек. Попробуем. Оно продается у нас. Тысяча рублей стоит килограмм. Проще саму сделать. Экологически чистая. Все, иду в путь. Тут еще багульник расцвел. Можно его собрать, хотя у меня дома полно. Используем мы его. Вот кашля детям даем. Ну и молли побоится. Погодка сегодня замечательная. Ковров, правда, много. Ветра нет. Светит солнышко. По прогнозам по Яндексу и по гуглу смотрел и по кисметио. Обещали дождь. Дождь обещали целый день. На полосине идти. Зашел на погоду 51. Там снарчевского сайта передают погоду. Показало дождя? Нет. Солнце. Плюс 15, 16, 18 даже. Часово 12, 18 градусов обещали. Поэтому я им поверил. Ну и пошел в лес. Да и теплое дождь особо. Не страшно. Промокну. Не привыкать. Видите, какое красивое дерево впереди. Оцените эту красоту. Камера, конечно, не передаст того, что я вижу. Но это бесподобно. Багульник болотный. Но он не всегда на вороте растет. Вот его сколько здесь. Там шмель. Багульник болотный. Багульник болотный. Почки подросли. Как раз вот таких надо собирать. Ну и чуть поменьше, вот как я собирал. Но эти удобнее. собирать и побольше все-таки большего количества будет. А вот шишек что-то я не вижу здесь. Только старые. Где молоденькие. Подпадают что ли? На стакан набрал этот раз. Буду варить из них варенье. А точка все-таки идет. Дождевая. Гром там гремит. Слышал? Надеюсь эта точка мимо пройдет. Если со в ту сторону меня не заденет. Такие-то у меня надежды. Если не хотелось бы мокнуть. Погода теплая. Плюс 15 где-то. Но все равно мало приятного отказаться под дождем. Особенно если ливень будет. Так что надеюсь все будет нормально. Дождик все-таки моросит. Небольшой, но моросит. С той тучи отдается. Но перейти не по-нормально. Вон и вверх дождется. Ветер дует в сторону города. С особо под дождь я не должен попасть. Кот заведет тучи. Но буду надеяться. В принципе я даже это не боюсь. Смотрите какая красивая лужа. Странно что в этом году я не вижу перепелок. Одну точнее видел. Но обычно идешь когда. по тропинке. И они вперед бегут. Перевелки. Чтобы отогнать гнезда. Вот. Не знаю почему. В этом году их и нет. Может они в другом месте селятся. Вот у меня нянюшка. Удивила. Вообще не вижу птиц. Таких. Тетерев, куропатках. Обычно они тут тоже. Пугают. Сейчас не говорю. Когда идешь по лесу. У тебя из-под ноги скакивает. Такая большая махина. В сторону. Немножко. Неожиданность пугает. Смотрите. Вот в этом лесу. Именно в этом. Очень много грибов. Сейчас еще рано. Ну и когда я иду за грибами. Я перегорю сюда и набираю столько сколько мне надо. И домой перебирать. Вот здесь будем. Кстати вот здесь вот. Идеальный место для палатки. Но нет ручья. Источников воды. Поэтому здесь. Вот где-то внизу там есть ручей. Там даже два. Давно сюда не ходил. В эту сторону. В том году. Ягода она. Лето было холодное в том году. Начало лета. И в июне еще снег лежал. И я. И потом я уехал. В августе уехал. За детьми. Приехал в сентябре. Пошел за морожкой. Грибов не было. Поэтому я пошел в другую сторону. Я пошел за брусникой. Подожди. Собил морожку. Так несколько раз. Приду. Пойду за брусникой. Беру морожки обратно. В следующий раз опять я. Морожка во болото падет. Поэтому брусники собрал в том году всего лишь 5 литров. Но морожки вполне достаточно. Я не помню сколько там. Этого 24. На зиму хватило. Раз закончилось. Павелик очень любит морожку. Здесь вот в этом лесу очень много людей ходит. Когда я еду я там парочку. Когда троечку встречали. Городу недалеко. Сейчас посмотрю. 3 километра. 4 наверное. Или 3. Сейчас. Елена. Навигатор сколько я прошел. Так я прошел 5 километров. Минус. Да. 3 километра сюда. Идти. Да. Все близко. А нет. 4. 4. Что там. Поселка еще. Смотрите какой вид открывается. Вот эти болота. На них периодически очень много морожки. Не каждый год. Но как-то на них собрал за раз практически 35 литров. Морожки. Морожки. Такой обрыв. Вот это что это такое. Понимаете. Пожалуйста. Морожки. Ушка не в ту сторону зашел. Здесь спуститься. Посмотрим как там морожка цветет. Какая здесь сесна растет. Ой. Ёлка. Ну высокая. Здесь кстати вот нет связи. Никому не позвонить уже. Тишина. Телефон не пиликает. Красота. Ну вот. Да. Завязывает. Морожка. Через месяц уже можно будет собирать. Я по своему наблюдению так полагаю. Вот если видно там перепелка. Она меня отгоняет от гнезда. Где-то здесь гнездо есть. Она улетела. Где-то там меня ждет. Обычно когда идешь за нее она улетает. Вот. И от гнезда. Где-то чтобы мы не спугнули. Вот здесь они чуть дальше переселились. Чем раньше. Вон она. Чем-то маленький такой. Еще вторая здесь летает. Подхожу я к ручью. Вот здесь вот хорошее место. Для ночлега. Вот палатку здесь можно разбить. Как раз вот в этом месте. Сейчас я думаю меньше. Вот здесь ровное местечко. Вот здесь можно будет разбить палатку. Дров здесь полно. Место оно вокруг болотистое. Такое болото конечно не глубокое. Чтобы детей будет видно. Далеко они не убегут. И ручей текет. Перепелочка. Перепелочка. Рето�ги. Перепелочка. Звучит. Остров – Субтитры сделал DimaTorzok 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 Другой я никого не вижу Вообщем кRoizko Здесь номер специалистов DimaTorzok Изменено DimaTorzok такой камушек большой лежит если сюда попал он шарик на дереве висит поэтому не люблю когда шарики меня выпускает летает лес и засоряет природа вот шавер у нас растет хотим собирать сегодня на суп вот а следующую субботу наверное уже заготовки пакетик собираю он еще маленький я обычно собираю там замораживаю и зимой с них супать варим суп если вы много все приступлю приступаю и сбор подожди все-таки попал вам тучи как долго не будет идти и как долго бы даже к теме ладно мне он не помеха главное чтоб лаборатура не промокла дурик мне все-таки застал сейчас капает с деревьев остатки . прошла промок конечно вот это щавель на суп я уже насобирал еще немножко мало не хватит пакетик думаю на суп здесь вполне достаточно лишь субботу буду я хочу показать такую красоту фотоаппарат от не придаст к сожалению в надо мной повесили вот такие точки вот сейчас на меня что-то ля польется сильная облила меня ливнем собираю багульник вот уже собрал в шкаф помещать сушеный моли зародилось и и и и и